Я вчера с отвращением посмотрел эфир одной передачи, в которой по телефону выступал Воронин, дозвонился в студию, лучше бы он этого не делал, потому что это ужасающее поведение для политика, для лидера партии, для третьего президента страны, который 8 лет правил страной. Согласитесь, там звучали очень серьезные обвинения в его адрес, и как человек я могу его понять. Может быть я тоже позвонил в студию и сказал бы, выгоды, лучше бы мне это в лицо сказали, потому что очень многие имели такую возможность сказать. Вот как раз только Март Качуки мог сказать в лицо, больше никто не может. А что касается человека и политика, как человека, да, я его понимаю, как политика, я отказываюсь его понимать, потому что когда он звонит в студию и ему задают вопросы, ну слушайте, Владимиру Николаевичу 73 года, он на этом собаку съел, что ему вопросы каких-то там журналистов или каких-то молодых политологов, что в этом такого, ну ответьте, зачем переходить на личность, зачем отвечать вопросом на вопрос, он же не дал ни одного конкретного ответа. Оскорбление было велико. Более того, это не в первый раз. И полгода назад, сразу после революции, любая попытка от Воронина услышать какой-то ответ натыкалась на просто хамство и горлопанство, понимаете. Это недопустимо для политика такого уровня. Недопустимо. Что бы ни говорили, какие бы доводы ни приводили, надо держать себя в рамках. Ты третий президент страны, ты самый, минуточку, самый популярный политик в республике Молдовы, так себя ведет. Нет, надо держать удар более достойно. Все-таки перспективы. Перспективы.